МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Она сделала его самым счастливым и несчастным из людей. Он верил, что именно эта женщина спасла его от неминуемой гибели, и вместе с тем ее же считали причиной его ранней смерти. Она видела в нем доброго ангела, но сделала все, чтобы от него избавиться. Находясь рядом с ним, она написала книги, ставшие классикой французской литературы, а он рядом с ней поднялся до самых вершин европейской музыки. Их роковая любовь стала самым знаменитым романом XIX века. Какая несимпатичная женщина, это Жорж Санд, отметил Шопен при их первой встрече. Она действительно женщина? Я готов в этом усомниться. Она носила мужской костюм и была скандально известна своими любовными историями. Взяла себе мужское имя и демонстративно курила, чем шокировала весь Париж. Это в 1836 году, когда порядочные девушки, зашнурованные в корсеты, при каждом удобном случае падали в обморок. Приличные дамы, которым Шопен преподавал фортепьяно, были от Жорж Санд в ужасе, бессовестны, вульгарны, порочны. О, благородные девушки из хороших семей. Очи долу, пунцовые щечки, от малейшего намека на неприличные. Казалось, этот пианист-виртуоз создан для них. Нежный, романтичный и божественно одаренный. Польский Моцарт, не иначе. Франт, он ходит в белых перчатках, всегда причёсанный, и от него пахнет парфюмом букет шантили. Барышня в восхищении. Шопену 27 лет, и его знает уже вся Европа. Ему бы найти хорошую девушку, юную, трогательную, которая вышла бы за него замуж, нарожала музыкальных детей и была бы полна тихим счастьем от того, что он выковечил её каким-нибудь вальсом или полонезом. Но ангелоподобные польки с золотыми кудрями разбили его сердце. Они всегда выходили замуж за других. Сначала Констанция Гладковская, а следом за ней Мария Вадзинская, которая так прекрасно его рисовала. На ней Шопен всерьёз собирался жениться, они даже были обручны. «Внушаю себе, что это да, от вас исходит», – писала взволнованная Мария. «До встречи, мио кориссимо маэстро». Ах, поскорей бы. Он нравился её родителям, и всё складывалось как нельзя лучше. Но в последний момент они побоялись отдать свою 17-летнюю дочку за болезненного композитора. Чуть дунет из окна, он уже кашляет, будто чахоточный. А главное, выдай анимарию за Шопена, он бы увёз её в далёкий Париж, и с дочерью пришлось бы расстаться. Для самостоятельных поступков Мария была слишком юна и послушна. От этой любви у Шопена осталась только засушенная роза и пакет писем с надписью «Моё горе». И вот в Париже, в салоне Мари Дагу, он встретил женщину совсем другого склада. Она увлекалась стрельбой, фехтованием, и скакала на лошади получше мужчин. Ходила в обтягивающих брюках и в галстуке. Поклонники волочились за ней бесконечным шлейфом. Приличия и условности её вообще не касались. Она ни у кого не спрашивала разрешения на свою любовь и отдавалась чувству без оглядки, ничего не требуя взамен. Жорж Сант была старше Шопена на шесть лет. Когда они встретились, ей исполнилось 34. Она уже успела родить двух детей, развестись с мужем бароном Дюдеваном, стать знаменитой писательницей и пережить любовные романы с юнцом Жюлем Сандо, классиком Альфредом де Мюссе, красавцем Ференсом Листом, бесталанным драматургом Мальфилем и некоторыми другими. Надо ли всех вспоминать? Её интересовали только гениальные люди. Дочка графа и бродячей артистки, к тому же цыганки. Она обладала огромной жизненной силой. Смелость, страстность и недюжинный талант притягивали к Жорж Сант самых ярких людей эпохи. Обожатели роились вокруг неё, как пчёлы. Но в любви она всегда выбирала сама. И вот теперь выбор пал на Шопена. Правда, завоевать его было не так-то просто. В конце 1836 года Шопен писал родным. «Я познакомился с местной знаменитостью, госпожой Дюдеван, известной под именем Жорж Сант. Но её лицо не симпатично, и она мне совсем не понравилась. В ней есть даже что-то отталкивающее». Спустя четыре месяца Жорж Сант просила свою подругу Мари Дагу «Скажите Шопену, что боготворю его». Жорж Сант, встречаясь с Шопеном в парижских салонах, многократно приглашала его в своё поместье Ноан. Однако он всё время отказывался. Она не сдавалась. Тонкая музыкантша и психологиня Жорж разгадала его душу. В суете салонной жизни этот нежный, нервный и ранимый поляк оставался непонятым. В его балладах и полонезах разливалась щемящая грусть по родной Польше и по своей прекрасной католической семье. Он нуждался в материнской любви и заботе, а волевая Жорж Сант была прекрасной мамочкой для своих юных любовников. В этом смысле малыш, как она ласково называла Шопена, оказался для неё идеальным объектом. Осенью 1837 года Шопен сдался окончательно. Устоять перед чарами опытной обольстительницы было почти невозможно. Три раза я снова встречался с ней. Она проникновенно смотрела мне в глаза, пока я играл. Это была довольно грустная музыка, дунайские легенды. И мне казалось, что моё сердце танцует под эту родную мелодию. В моих глазах отражались и её глаза, тёмные, странные. Что они говорили? Она облокотилась на пианино, и её ласкающие взоры отуманили меня. Кругом цветы. Я был побеждён. С тех пор я видел её дважды. Она меня любит. Аврора. Какое очаровательное имя. В его записной книжке давно хранился листок, где Жорж Санд написала всего два слова. Вас обожают. Её нельзя назвать коварной. Она искренне влюбилась в это небесное создание. Она, правда, не сразу прервала отношения со своей предыдущей привязанностью, бородатым Мальфилем. Так что её любовь с Шопеном началась с любовного треугольника. Эти пресловутые треугольники были слабостью, Жорж. Ещё разрываясь между Мюссе и Паджевла, она вздыхала. О, почему я не могла жить рядом с вами двумя и сделать вас обоих счастливыми, не принадлежа ни одному, ни другому. И вот теперь та же история продолжалась с Шопеном и Мальфилем. Жорж считала себя как бы замужем. Но ей так нравится проводить вечера вдвоём с Шопеном, когда он играет только для неё. Одна беда – шип-шип, переменчив, как погода. И пани сам для него – то солнце, то дождь. Он колеблется, хотя уже окончательно потерял надежду на брак с Марией Вадзинской. Эта неясность сводит Жорж с ума. И, отчаявшись в ней разобраться, она, сама простота и откровенность, обращается за советом к лучшему другу Шопена – Войчиху Гжимова. «Выслушайте меня внимательно», – пишет она в июне 1838 года. «То существо, Мария Вадзинская, которое он хочет, или должен, или полагает, что должен любить, способно ли оно составить его счастье? Я не спрашиваю вас, любит ли он её, или любит ли её больше, чем меня. Я хочу знать, кого из нас двоих он должен забыть и покинуть ради своего покоя, ради, наконец, своей жизни. Я отнюдь не хочу играть роль злого гения. Если бы я знала, что в жизни нашего мальчугана существует привязанность, то я бы никогда не склонилась перед ним, чтобы вдыхать благовония, предназначенные кадить перед другим алтарём. Если бы он захотел отдать в мои руки свою судьбу, то я бы устрашилась. Мне кажется, что наша любовь может продолжаться лишь в тех условиях, в которых она родилась, то есть лишь порою, когда благоприятный ветер соединит нас. Мы время от времени совершим вместе путешествие к звёздам, а затем снова расстанемся, чтобы ходить по земле. Восхитительная Жорж она и в жизни оставалась романисткой. Трудно сказать, что ответил ей растерянный войчих Гжимова на это откровение. Но всё лето и осень Жорж парила от счастья. «Ежели бы Господь послал мне через час смерть, я не стала бы роптать», призналась она Эжену де Лакруа. «Ибо вот уже три месяца длится ничем не омрачённое упоение. Я начинаю верить, что существуют ангелы, воплотившиеся в мужчин, пребывающие некоторое время на земле, чтобы утешить и взять с собой на небо опечаленные, измученные души, находящиеся на краю гибели». Но до края гибели Жорж было ещё далеко, а вот Шопен к нему приближался семимильными шагами. Он задыхался от кашля. Врачи советовали ему отправиться на зиму в тёплые края. А кроме того, Мальфиль разревновался и уже был готов вызвать ничего не подозревавшего беднягу на дуэль. А там чего доброго убить Шопена. О нет, Жорж не могла допустить кровопролитие. Она собрала своих детей Мариса Соланж и примкнувшего к ним Шопена и повезла их на зиму на Майорку. Отличное решение проблем. Тёплый тропический воздух должен был излечить Шопена. Друзья Фредерико только крутили пальцем у виска, не веря, что он вернётся из путешествия живым. Эта женщина сведёт его в могилу. Шопен и сам ни в чём не был уверен. И перед поездкой на всякий случай составил завещание. Это в 28 лет. На Дикой Майорке отродясь не видали туристов. Но Жорж во всём была оригинальна. Они с Шопеном отправились до Барселоны разными путями, чтобы избежать сплетен. Если бы только набожные родители Фредерико узнали, с кем он связался, они бы, наверное, умерли от разрыва сердца. Но родители были далеко. Они, исправимые романтики, верили в рай на необитаемом острове. Первым впечатлением от Балиарских островов была эйфория. «Я в пальме, среди пальм, кактус, олив», писал радостный Шопен родным. «Небо, как бирюза, море, как лазурь, горы, как изумруд. Всё здесь напоминает Африку». Жорж была счастлива, ведь шип-шип выглядит свежим, как роза, и розовым, как молодая репка. Но экзотический рай быстро развеялся. Домик ветра, где они поселились, оказался без стёкол, комнаты без мебели, а еда состояла из рыбы и чеснока. К тому же начался сезон дождей, то бишь настоящий потоп. От удушающего запаха, прогорклого масла и вечной сырости Шопен начал кашлять, да так отчаянно, что местные жители шарахались от него, как от прокажённого. «Мы держим в доме человека, в котором держится заразная болезнь», утверждал хозяин домика ветра. И очень скоро попросил странную французскую семейку убраться из его дворца куда подальше. И на всякий случай сжёг кровать, где спал Шопен, чтобы зараза не распространялась. Жорж не теряла оптимизма и поселила своё семейство в развалинах старинного монастыря, где один сердобольный беженец уступил им свою келью. Почти пустая вальдемосская обитель внушала суеверный страх. Чтобы спасти умирающего Шопена, Жорж собрала консилиум из лучших местных врачей. Выглядело это довольно нелепо. Во всяком случае, больной вспоминал об их визите, как об анекдоте. Один нюхал, что я плевал, другой стучал там, откуда плевал, третий щупал и слушал, как плевал. В итоге сказали, что я то ли уже подох, то ли скоро подохну. Жорж поняла, что надеяться ей не на кого. Но она выходила в своей жизни уже много больных и верила в свое шестое чувство. Казалось, смерть летает над нашими головами, чтобы схватить одного из нас, писала она. Орлы и стервятники кружили над нашим домом. Жорж не покидала изголовье его кровати, не зная ни уныния, ни усталости. Эта женщина обладала какой-то волшебной силой. Шопен верил, что именно она отдалила от него призрак смерти. Исцеление произвело на него невероятное впечатление. Отныне никакое страдание не могло отвратить его от нее, вспоминал Фернс Лист. После Майорки в глазах Шопена она навсегда осталась женщиной необыкновенной. Роковая и прекрасная Жорж Санд не могла дать погибнуть своему доброму ангелу, как она его называла. Ведь ему было всего 28 лет. В этом возрасте она написала свои первые знаменитые романы «Индиана» и «Валентина». Когда Шопен ожил, его лицо светилось счастьем. И несколько месяцев на Майорке стали временем небывалого творческого подъема. День и ночь он играл на пианино, которое наконец-таки доставили в этот забытый богом угол. Здесь он написал знаменитые прелюди и эллигическую пальмскую мазорку. Жорж с детьми изучала окрестности, а по ночам сочиняла романы, ведь семья нуждалась в деньгах. Она писала каждый день в любых условиях по 15-20 страниц. Однажды Жорж ушла с детьми на ночную прогулку и надолго задержалась. Лил дождь и сверкала молния. Шопен, находясь в своей темной келье, двери, которые были выше парижских ворот, представлял себе самое страшное. Он сидел за пианино и плакал, не веря, что они еще живы и когда-нибудь вернутся. «Он видел во сне, что мы погибли», вспоминал Жорж. Не отличая сон от действительности, Шопен сел за пианино, начал играть и представил, что сам тоже умер. Он видел, что утонул в озере, что тяжелые ледяные капли воды нервно падали ему на грудь. Его сочинение, написанное в тот вечер, полно звуков дождевых капель, стучавших по гулким крышам обители. Но в его воображении и в его песне они превратились в слезы, падающие с неба на его сердце. Играет музыка Измученный переживаниями, Шопен возненавидел Майорку. И семья решила возвращаться на большую землю, в мир людей. Шопена снова душил кашель. Плавание на корабле от Пальмы до Барселоны стало для него адской мукой. На борту везли живых свиней, которых матросы били, чтобы их не укачивало, и свиньи истошно орали. Кашляющего кровью Шопена поселили в самую отвратительную каюту. Капитан боялся, что чахоточный заразит обитателей корабля. Во французском Марселе Шопену сразу полегчало. Он в кои-то веки спал на нормальной кровати и знал, что ее не сожгут после его отъезда. Марсельская публика, узнав парижских знаменитостей, осаждала двери гостиницы. После безумного путешествия на Майорку поместье Жорж-Сант-Ноан показалось пианисту настоящей сказкой. Здесь стоял его любимый рояль фирмы Плиель. Засев за него, этим летом Шопен сочинил второй ноктюрн, три мазурки, и все было прекрасно. Почти. Осенью Шопен писал в дневнике. Они говорят, что мне стало лучше, но в глубине моего существа я чувствую боль. Глаза Авроры затуманены, они блестят только, когда я играю. Для тебя, Аврора, я готов стлаться по земле. Ничто для меня не было бы чрезмерным. Я отдал бы тебе все. Один твой взгляд, одна твоя ласка, одна улыбка. Не будешь ли ты слишком жестокой, моя любимая? Любовной страсти Авроры хватило на год, а потом ее любовь стала уже очень снисходительной, материнской. Она жалела Шопена, восхищалась им. Но он ей казался слишком небесным и бесплотным. В его любви она не чувствовала такой силы, как в музыке, и считала, что любовные утехи вредят его здоровью. Любовь перерастала в дружбу, что устраивала Жорж Санд, но приводила Шопена в отчаяние. И тем не менее, он оставался при ней. На зиму они вместе переселились в Париж на улицу Пегаль, но снимали разные квартиры, правда, по соседству. Жорж Санд живет на улице Пегаль, 16, в глубине сада, рассказывал Бальзак Эвелине Ганьской. Гостиная, в которой она принимает, уставлена прекрасными китайскими вазами, полными цветов. На стене висят картины Делла Круа. В гостиной стоит большое пианино, палисандрового дерева. За ним обычно сидит Шопен. Жорж Санд курит теперь по-хиттоски и ничего другого. Встает она в 4 часа пополудни, когда Шопен заканчивает уроки с учениками. У них много друзей. Эжен Делла Круа, Полина Виардо, Дюма Отец. Они ведут шумную и веселую жизнь. Но, это вездесущее но висело на Джорж и Шопен, когда мокла в меч. Друзья, в том числе Адам Мицкевич, говорили, что меланхоличный Шопен с его болезнями в конечном счете погубит Джорж. Он очаровательный человек с умом и талантом, но без сердца, считала госпожа Жюст Оливье. Жестко сказано, у Шопена было сердце. Но, как все нервные люди, он был противоречив и быстро терял равновесие. Его товарищи, наоборот, поговаривали, что вампирская любовь этой эмансипаторши убьет хрупкую душу Шопена. И все же совместно прожитые годы с 1840-го по 1845-й стали очень плодотворными и для него, и для нее. Именно тогда, под влиянием разговоров с Шопеном и Листом, Жорж написал свой лучший музыкальный роман «Консуэлла». Прообразом героини стала подруга Жорж Санд Полина Виардо, та самая, в которую всю жизнь был страстно влюблен Тургенев. Роман пользовался бешеным успехом. «Где четвертая часть «Консуэлла»?» писал Жорж Санд, возмущенный редактор журнала «Независимое обозрение господин Леру». «Читатели, жаждущие вашей книги, разорвут меня на части, если 1 июня я не выпущу очередной номер журнала. Кругом все только и говорят о «Консуэлла». Она умела рассказывать красивые истории не только читателям, но и дорогому Шипшипу, Шипетту, Шопинскому, как она его называла. Он мог бы назвать ее Шахеризадой из «Тысячи и одной ночи». «Как прекрасно все, что вы рассказываете о чудесах природы», восхищался ее пасторалями Шопен. «Вы находите? Так переведите это на язык музыки», ответила Жорж Санд и, положив ему руки на плечо, прошептала «Смелее, пархатные пальцы». Из-под его рук полилась прекрасная пастушеская симфония. Жорж Санд была великим вдохновением Шопена. И все же их отношения рушились и драма назревала. Выросшие дети Жорж Санд, которых Шопен считал своей семьей, не очень-то его любили. 16-летняя Саланж, он учил ее музыке, то издевалась над ним, то начинала кокетничать, соперничая с матерью. Летом 47-го года страсти накаляются до предела. Жорж не может признаться себе, что просто устала от Шопена. Она как будто ищет повод для ссоры. И повод находится. Дети Жорж здесь сыграли не последнюю роль. Морис начинает открыто ревновать Шопена к матери, что довольно смешно, ведь связь Жорж и Шопена длится без малого 10 лет. Саланж, разобидевшись на мать, которая решила дать слишком большое приданное своей дальней родственнице, мстит ей чисто по-женски. Настраивает Шопена против нее, утверждая, что у Жорж есть молодые любовники, друзья Мариса. Шопен верит Саланж и перестает отвечать на письма Жорж. Он не выносил мелодраму. Ему было проще уйти в сторону, чем выяснять, кто виноват. Он, конечно, видел, что Жорж к нему охладела, но не устраивает же сцены. Молчание Шопена Жорж восприняла как предательство, решила, что он встал на сторону дочери. Вот и весь повод. Потом можно было сколько угодно писать высокие слова и изображать из себя оскорбленную невинность. Я предпочитаю видеть вас во враждебном лагере, чем защищаться от противницы, которая вскорблена моей грудью. Она клевещет на меня. Весь этот базар уже не имел к Шопену никакого отношения. Жорж больше не любил его. И это было самым страшным. Умом он понимал, что нельзя сердиться на человека за то, что он тебя не любит. Но без нее он был таким беспомощным. Ниточка, связывающая его с этим миром, становилась все тоньше. Болезнь легких прогрессировала. Спустя несколько месяцев Шопен отправляется в Англию. Ему все равно куда ехать, лишь бы сбежать из Парижа, где все напоминает о ней. В Лондоне он дает уроки фортепьяно, чтобы заработать на жизнь. Но здоровье становится все хуже, и земля уходит из-под ног. Он снова болеет и чувствует себя безнадежно одиноким, тоскует по Польше. Думаю о доме, о матери, о сестрах, мое искусство, куда подевалась, о мое сердце, где истратил. Едва помню еще, как поют на родине. Прожив почти 20 лет во Франции, он все-таки остался польским композитором. Жорж Сант в это время не до Шопена. Французская революция 1848 ее окрыляет. Одержимая социалистическими идеями, она становится музой республики. Жорж снова в зените славы и очень занята. Она главный редактор бюллетеня революции, у нее есть пропуск на вход в любое время к членам временного правительства. Шопен мечется. Ни Англия, ни Шотландия его не спасли. Он снова возвращается во Францию еще более больным и одиноким. Он снова кашляет кровью и сил остается все меньше. Ему трудно подниматься по лестнице. В апреле 49-го года он узнает, что Бальзак борется с той же смертельной болезнью, что и он также задыхается и малейшее физическое усилие отзывается страшными болями в сердце. Это известие делает Шопена еще несчастнее. Он знает, что умирает, причем медленно и мучительно. Жорж через третьих лиц интересуется его здоровьем, но больше для вида. «Вы спрашивали меня о Шопене?» пишет ей Полина Виардо. «Здоровье его ухудшается. Случаются дни сносные, когда он может выезжать экипажем. Бывают такие, когда начинается кровохарканье и удушье. Уже не выходят по вечерам, а вас всегда говорит с величайшим уважением». Субтитры создавал DimaTorzok В марте 1848 года Генри Гейн рассказывал своему другу Левальду. «С тех пор, как она покинула Шопена, я больше не верю в ее сердце, не достойно бросать умирающего». В последние месяцы Шопен оказался совершенно без средств к существованию. Преподавать он уже не мог, а накоплений у него не было. «Играть еще не начал, сочинять не могу», признавался Шопен своему другу Гжимале. «Не знаю, какое сено буду есть в недалеком будущем». Через неделю он пишет сестре Людвике «Если можете, приезжайте, если у вас нет денег, одолжите, сейчас я нищ, чтобы вам послать». Он написал бы ей раньше, но в Париже свирепствовала холера, и звать сюда родных было страшно. Но теперь он знал, что каждый день может стать последним. Одиночество и страх заполняли холодные комнаты и становились нестерпимыми. Сестра Людвика приехала, но уже ничего не могла изменить. Весь Париж знал, что Шопен при смерти. В его квартире толпились люди. Циничные художники рисовали умирающего. Каждый хотел быть автором последнего портрета. Откуда-то взялись фотографы, которых никто не звал. Один из них до того обнаглел, что просил придвинуть кровать Шопена поближе к окну, чтобы освещение было получше. Убитая горем сестра Шопена Людвика перед всеми этими людьми была абсолютно бессильна. Она думала, что вот-вот появится пани Санд. Она знала, что Шопен ее ждет. Но Жош не пришла. до последней минуты Шопен вспоминал о ней. Незадолго до смерти он с горечью промолвил. Она мне сказала, что я умру лишь у нее на руках. Невозможно понять, почему Жорж, такая заботливая и сердобольная, оставила его в последнюю минуту. Чего она боялась? Если бы он позвал меня в один из моих приездов в Париж, я бы пришла к нему, оправдывалась Жорж. Его чувство давно угасло, и если его преследуют воспоминания обо мне, то лишь потому, что он испытывает глубоко затаенные угрызения совести. Но похоже, что угрызение совести испытывала сама Жорж. Семнадцатого октября 1849 года Шопена не стало. На его похороны пришли тысячи людей, но среди них не было Жорж Санд. «Она странное создание при всем своем уме», писал Шопен сестре Людвике после расставания с Жорж. «Для своего оправдания она хотела бы найти что-нибудь против тех, кто желает ей добра и никогда не допустили по отношению к ней ни одной грубости. Она не может видеть близких возле себя только потому, что они зеркало ее совести. Да простит ей Бог». После смерти Шопена Жорж жила в Ноане. Там появились новые молодые люди, друзья Мариса. Ламбер уехал сегодня утром, писала она об одном из них сыну. Он был очень мил, очень предан, очень внимателен ко мне в нашем уединении. А теперь очередь Мансо, который тоже очарователен. Мансо был на 13 лет моложе Жорж. Всю свою жизнь неутомимая романистка искала идеальную любовь и в отличие от своих героинь так и не нашла ее. Жорж пережила Шопена на 27 лет. После него у нее было еще много романов и все же история с Шопеном стояла в ее биографии особняком. Она как будто ее стеснялась и решила пересочинить заново. Жорж к Шопену перевозили в Польшу. Жорж договорилась с Дюма сыном, что он возьмет ее письма у таможенников почитать и передаст ей. В итоге она сожгла эти письма вместе с письмами Шопена адресованными дюймами. Прекрасная и порочная Жорж 44 года исповедовалась перед публикой своими романами. И все же ей хотелось оставить переписку с Шопеном в тайне. Подлинную историю их любви она не доверила никому, то ли стыдясью, то ли боясь поделиться самым сокровенным. Неизвестно, что сделала писательница Жорж Санд более знаменитой для истории. Ее 90 книг или один единственный факт, что именно эту женщину любил Шопен. Шопен. Продолжение следует...